Доброе-доброе утро всем, кто начинает этот день с нами в студии Дарья Кулакова. Я с удовольствием в ближайшие 15 минут буду согревать вас хорошим настроением и не менее хорошими новостями. 21 января – Международный день объятий. Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятиях, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. А объятия сопровождают нас на протяжении всей жизни. Мы обнимаем друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою радость и благодарность. Сейчас, конечно, не лучшее время для объятий. Соблюдение дистанции в этом году накладывает чуть ли не запрет на этот праздник. Но все равно домочадцев же своих мы можем заобнимать в конце-то концов. Всем известно, что физические упражнения укрепляют мышцы тела и делают его более привлекательным. Но порой так не хватает мотивации и силы воли. Тогда на помощь приходят парные тренировки, которые могут разнообразить процесс и сделать его более увлекательным. Стоя спиной друг к другу на расстоянии полушага, один из партнеров держит гантели на уровне живота. На выдохе передает гантели второму партнеру. На вдохе возвращается в исходное положение. То же самое повторяем в другую сторону. Выполняем 20 повторений в 3 подхода. Согните колени, прижмите поясницу к полу, руки за голову. Поднимаем корпус вверх, в верхней точке задерживаемся на пару секунд и ударяем друг друга в ладоши. Выполняем 20 повторений в 3 подхода. Один из партнеров стоит, ноги на ширине плеч, стопы параллельно. Второй лежит, держится руками за щиколотки партнера. Поднимает ноги на выдохе под углом 90 градусов. Стоящий партнер силой отбрасывает их вниз. Для тренировки косых мышц живота стоящему партнеру нужно отталкивать ноги лежащего в стороны. Ногами пола не касаемся. Выполняем 10 повторений в 3 подхода. Стоя спиной друг к другу, руками делаем захват, ноги на ширине плеч. На выдохе выполняем наклоны корпуса вправо и влево через исходное положение. Таз при этом держим неподвижным. Выполняем 20 повторений в 3 подхода. Исходное положение планка на руках. Чередуем хлопки и опускание в планку на локтях. Возвращаемся в исходное положение. Выполняем 10 повторений в 3 подхода. Коронавирус еще не отступает. Но все мы уже научились хорошенько от него защищаться. Главные аксессуары – перчатки и маска. Давайте вспомним, а может кто-то узнает новые полезные советы по профилактике простуды, ОРВИ и коронавируса. 8 естественных путей предотвращения простуды. В нашем первом видео мы рассказали вам о 6 известных мифах о простуде. Настало время поделиться научными знаниями о способах профилактики простуды. Поехали! Невероятно, но факт! Лучший метод профилактики простуды и гриппа – частое мытье рук. 80% инфекционных болезней распространяются контактным путем. Центр контроля за болезнями США подтверждает, что мытье рук – единственный и самый действенный способ предотвращения вирусных и бактериальных инфекций. Не прикрывайте руками рот, когда кашляете или чихаете. Если чувствуете, что вот-вот чихнете, используйте бумажный платок, а потом выкиньте его. Избавьтесь от носовых платков из ткани. Именно во влажной среде носового платка вирусы долго сохраняют свою жизнеспособность. Не трогайте руками лицо. Вирусы проникают в организм через глаза, нос и рот. В Висконстинском университете наблюдали группу взрослых людей. Они находились в комнате, все предметы в которой были населены вирусами простуды. Каждый наблюдаемый неосознанно касался своего лица 15 раз и более в течение часа. Многие испытуемые вскоре заболели. Противоположный результат дало аналогичное исследование, но на этот раз участников снабдили повязками, предотвращающими контакт рук с лицом. После такого эксперимента заболевших было значительно меньше. Регулярно занимайтесь аэробными физическими нагрузками. Они помогут вам увеличить число иммунных клеток. Примеры аэробных тренировок, бег, ходьба, катание на велосипеде, активные игры. Кушайте зеленые, красные и желтые овощи и фрукты. В них содержится много активных веществ, укрепляющих иммунитет. Витамины А, С, В9, он же фолиевая кислота. Откажитесь от курения и алкоголя. Курильщики болеют простудами чаще и сильнее, чем некурящие. Причиной может быть то, что сигаретный дым высушивает слизистые дыхательных путей. Кроме того, сигаретный дым нарушает подвижность ресничек, крошечных волосков на поверхности клеток слизистой дыхательных путей. Именно реснички помогают удалить вредные вещества. Алкоголь угнетает иммунную систему организма, а также обезвоживает организм. После болезни смените зубную щетку. Выздоровев, выбросьте старую зубную щетку, чтобы не инфицировать себя повторно. Мокрая зубная щетка, хранящаяся в темной ванной комнате, идеальное место скопления вирусов и размножения бактерий. И, наконец, расслабьтесь, ведь стресс подавляет иммунную систему. Каждый из видов мяса имеет свои плюсы и минусы. Например, преимуществом баранины является меньшее содержание в нем холестерина в сравнении с говядиной и свининой. При этом в говядине содержится много железа, которое полезно людям при анемии. Поэтому, если вы еще не придумали, что приготовить сегодня на ужин, у нас есть один простой, но очень вкусный рецепт, а родом он из Греции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новую жизнь большая часть людей начинает, конечно, с Нового года. Кто-то осваивает новое хобби, кто-то бросает вредные привычки, а кто-то даже решается на новую работу. Какие ошибки мы часто допускаем на собеседовании? Давайте посмотрим и учтем их. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1. Материальный интерес подрывает доверие к сотруднику, поскольку такой человек может в любой момент переметнуться туда, где платят больше. 2. Отсутствие конкретной причины смены места работы. Внятно объясните будущему работодателю, почему вы решили сменить место работы. 3. Неопрятный внешний вид. Перед собеседованием узнайте, какой дресс-код приветствуется в компании. Как выяснилось, многие рекрутеры отказываются искателю, ссылаясь на его неопрятный внешний вид. 4. Высокомерное поведение. Даже если вы профи, надменное поведение вряд ли поможет получить желаемую должность. 5. Отсутствие плана собственного развития. Может вызвать антипатию. Чем выше статус и позиция, на которую вы претендуете, тем выше значимость вашего плана по развитию. 6. Уход от контакта с рекрутером. Зажатость и некорректные высказывания в адрес актуального работодателя сулят провал. Кандидат дискредитирует себя, демонстрируя отсутствие лояльности к работодателю. 7. Неосведомленность о компании работодателя. Узнайте все о вашем работодателе. Неосведомленность поставит вас в неловкую ситуацию. Кого, как ни детей, могут больше всего на свете радовать сладостям. А если еще они новые и необычные на вкус и вид, то восторгу нет предела. Господи, это что? Железная дорога, что ли, или что? Я понял. До свидания. Ты куда поехала, Аки? Что-то я не ехала. О, о. Серьезно? Я что-то не понял? Или... Ты поехала. Куда она едет? А, да погоди ты, женщина! Женщина за рулем! Ай, блин! Налево! Налево! Как это работает? Игрушка, конечно, такая крутая, но сложно разбираться. мне. Искать пока этот магнит. Помоги мне на эти муки. Давай, я тебе помогу. Я отличный искатель. Мне совсем не нравится. Это интересная игрушка. Нет. Игрушка реально клевая. Я хочу себе такую. Мне кажется, только у богатых людей такое было. Да. Чуть-чуть скучно. Чуть-чуть скучно. Газуй! Чего не газуешь? Я не знаю. Давай ты попробуй. Все, я пас. Я не могу. Рекорды какие-то мы же ставили на то время. Кто проедет больше вот таких штук. Мне кажется, она была довольно дорогая. Ну, мне кажется, как PlayStation. Мне кажется, она где-нибудь 500 баксов стоит. Едет ли 10? Где-то. 500, кажется. Я бы сказала 500 баксов. Четыре моих слова. Это офигенно, 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 офигенно. Когда я понял, что просто по-настоящему она едет на этом магните, то мне это понравилось. Когда я шел на это видео, у меня было представление, что нам будут, например, давать какие-нибудь там, например, там деревяшка с четырьмя колесиками и будем 15 минут про это рассказывать. Это проект еще какой-то, что ли? Не поняла, как это работает. Что тут надо? О, фоточка. Ты видишь что-то там? Вау. Покажи. Снежный город какой-то. Ди-по-зи-ти-вы. Стер... Жаня, ты понял? Ё-моё-моё. Я видела там, вот, веков. Да, мне тяжело приятно. Ты старик, ты картинка. Покажи. Я рад этому. О, вау. Что я нашел? Это же, по-моему, парад, по-моему, фотки с парада. Или... Что ты сделал? Просто поставь так, и все, и ты увидишь. Вау. Мои дедушка и бабушка играют в такие игры. Мне кажется, вот это было прям мега круто. Здесь было написано про какой-то райский уголок. Вот мне очень интересно, что это за райский такой уголок. Ух ты, паришь. Вот, чтобы менять картинки, вот здесь такая штуковина. Ты там вот это спускаешь, поднимаешь, и потом там меняется картинка. Мне кажется, она была очень... стоила больших денег очень. Это как будто настоящий спектакль. Ну вообще... Ой, я испугался. Все. Я просто показал, что там нарисовано цунами. Чтоб маленький ребенок узнал, как называется весь мир. Ну, как выглядит весь мир. Все в обеих. Ну, честно. А мне интересно. Очень много интересного. Мне не очень, но можно сказать, что чуть-чуть. Прикольно. Я бы такую, если бы была вот в то время, я бы такую хотела. Отличное продуктивное утро у нас вышло. Вы так не думаете? Пусть заряд бодрости сохранится у вас на весь день. А я с вами прощаюсь до завтра. Это была программа «Мое утро». А я желаю вам хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...